В середине 20 века мир захлестнула мода на сигареты. Почти все голливудские актеры появлялись курящие на рекламных счетах. В каждом фильме персонажи для подчеркивания своей сильной натуры держали в руках сигареты и выпускали клубы густого дыма. Курение пропагандировалось как безопасное развлечение и пачки улетали с прилавков как горячие пирожки. Но через несколько десятков лет у заядлых курильщиков появились проблемы со здоровьем, вплоть до рака и смерти. Интерес к сигаретам по угас, а рекламная кампания стала менее броской. Сейчас в мире происходит новая волна безопасного курения – вейпинг и кальяны. Пропаганда безвредности этих аппаратов напоминает сигаретную. Заядлые курильщики, в том числе и молодежь, массово покупают электронные сигареты. Почти во всех общественных местах пар стоит столбом, а про самочувствие окружающих никто и не задумывается. Поэтому сейчас депутаты Госдумы внесли в федеральный парламент новый проект закона о государственном регулировании, ограничении потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака. В частности, предлагается запретить продавать кальяны и вейпы и другие электронные носители табака несовершеннолетним, а также запретить их использование в общественных местах. Отношение к вейпингу различны у каждого. Своё профессиональное мнение нам рассказал продавец электронных сигарет. На записи он присутствовать отказался, однако наша съёмочная группа прошла в его палатку с микрофоном. Я не говорю, что он безвредный, да, какую-то долю влюда он наносит. Но это по сравнению с сигаретами, это ни о чём. То есть, грубо говоря, я кудил сигареты обычные, я пришёл на пар. А когда я пришёл на пар, у меня пропало дыши, из-за которой не могут нормально побежать. То есть я стал себя чувствовать лучше, чем когда я кудил сигареты. С моей точки зрения, это не культурно стоять, и, грубо говоря, пускать эти облака рядом с людьми. Может, человеку будет неприятно. Продавец признался, что зависимости от вейпинга он не чувствует. В этом с ним могут не согласиться другие курильщики, для которых парение становится новой религией. По статистике, многие вейперы продолжают курить обычные сигареты, а бросают курить единицы. Вред от вейпинга и кальянов также существует, как бы рекламная компания не утверждала обратного. Никотин, хоть и содержится в минимальном количестве, вредит и сердечно-сосудистой системе, и всему организму в целом. Есть такой нюанс, что исследования сейчас уже не до конца проведены, но уже есть, которые показывают реальный вред вейпинга. Дело в том, что пропиленгликоли и глицерин, которые содержатся в основе доставки никотина, и именно то, о чем говорят, что нет канцерогенов, и еще чего-то, что есть в обычных сферах, это неправда. Дело в том, что эти вещества образуют пару или тройку альдегидов, которые сейчас доказаны в их канцерогенную активность. И я боюсь, что мы можем получить вот этот выхлоп медицинских последствий, в том числе, возможно, и онкологических через 3-4-5 лет после вот этого повального, псевдоздорового образа жизни. Запрет на курение в общественных местах, который действует с 2013 года, не распространяется на вейперов, дымящих в общественных местах. По-прежнему существуют люди, не думающие о других. Окружающие также получают свою дозу вредных веществ. Не бывает безопасных наркотиков, не бывает легальных. Это все сказки бесстыжих продавцов какой-то дряни. То есть этого не бывает. То есть любой наркотик, любое вещество, вызывающее зависимость, это препарат, который точно в организме быть не должен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова